В современном мире гаджетов и компьютерных технологий мы совсем забыли о банальном живом общении. А ведь это важная составляющая в коммуникативном процессе. В всем этом возникает, наверное, самая главная сегодня проблема. Не только дефицита общения, а и понятие того вообще, как надо сказать, чтобы быть убедительным. Как сказать и при этом не скукожиться. В режиме игры, тренинга, формирования неких полезных привычек я постараюсь передать то, что знаю сама. Те задания, упражнения, тренинги, которые осваиваю и получают этого большое удовольствие. Очень надеюсь, что это будет интересно. Учеников пока пять. Все они разного возраста. Заметно, как неловко каждый чувствует себя в присутствии чужих людей. А еще и наша камера добавляет скованности. Но благодаря педагогическому образованию, приличному опыту работы на сцене и с людьми, организатор школы Инна Клюева помогает ребятам стать мягче. Первое задание обычное, но эффективное. Называется «Расскажи о себе». Начинает преподаватель. Я с детства люблю театр. И поэтому занималась в другом городе. Я не отсюда. Я приехала. Занималась театральным коллективом. Мы ставили очень много спектаклей, играли роли, читали стихи. Мне это очень нравилось. В пору моего детства не было ни гаджетов, ни сотовых телефонов. Мы общались, мы играли. И поэтому у нас проблем с коммуникациями, конечно, не было. У меня боязнь сцены. Я вообще боюсь, получается, выступать и как-то еще показывать себя. Я пришла сюда, потому что хоть я несколько раз выступала на сцене, но я там танцевала. Но говорить я все-таки боюсь. К счастью, у меня нет боязни сцены. Сюда я пришла, потому что в середине девятого класса и на стрессе я начала завекаться. Когда говорю очень быстро или что-то такое тоже волнительно. Каждый, кто пришел сегодня в школу ораторского искусства, в своем представлении говорит о боязни общения, выступления, словом всякого рода коммуникации. Радует, что ребята хотят побороть свои страхи, стать увереннее в себе и не бояться внимания со стороны окружающих. А значит, организаторы попали в точку. Эта школа, она априори не может быть слишком массовой, но она и не может быть единоличной. Потому что оратор – это в любом случае компания не менее, чем из двух человек. Занятия в школе ораторского искусства «Я говорю» будут проходить на базе ДК два раза в неделю и состоять из теории и практики. Второму пункту преподаватель Инна Клюева уделит особое внимание. Все-таки живое общение будет приоритетным. Школа планирует работать в течение всего года. Присоединиться к юным ораторам еще можно. Достаточно записаться любыми двумя способами. По номеру телефона 354-41 или электронной почте invicta41sobakarambler.ru Ольга Демьянец, Константин Миронов, Новости 11 канала.